Истинные безмолвия 12 марта 1992 года Добрый вечер! Хорошо снова быть с вами. Я приветствую вас от всего сердца. Никогда не принимайте жизнь всерьез. В этом мире нет ничего, что следовало бы принимать всерьез. Я знаю, что вам сказали, будто вы должны быть серьезны, если хотите куда-то попасть. Но куда вы хотите попасть? Некуда идти, некуда попадать. Вы уже совершенные, яркие, сияющие, чистые. Все, что вам нужно сделать, это пробудиться к вашей истинной природе. Тогда вы реализуете себя полностью, абсолютно. Вы поймете, что некуда идти и некуда попадать. Вместо того, чтобы тратить свое время, принимая жизнь всерьез, делайте все возможное, чтобы пробудиться, проснуться. Не обращайте внимания на вашу боль, на ваши страдания, на ваши душевные муки, на ситуации, происходящие в мире. Все эти вещи приходят и уходят. С незапамятных времен на этой планете были самые разные люди, проходящие через самые разные переживания. Здесь человек всегда был бесчеловечен по отношению к другому человеку. Войны, землетрясения, катаклизмы с незапамятных времен всегда были с нами. И мне смешно, что люди пытаются что-то исправить. Вы ничего не можете исправить снаружи. Может показаться, что на некоторое время это удалось исправить, но это снова вернется и станет таким, как было. Вот почему я всегда говорю, все хорошо, все разворачивается так, как надо. Вы можете быть не в состоянии видеть это прямо сейчас. Некоторые из вас, возможно, считают, что у вас есть финансовые проблемы, что ваш ум испытывает страдания, что у вас есть проблемы с физическим здоровьем. Дело в том, что вы должны отвернуться от этого. Полностью отвернитесь от него и сосредоточьтесь на «я есть», на «истинном я», абсолютной реальности. И вы будете смеяться каждый день. Вы обретете счастье большее, чем любое счастье, которое способен дать вам этот мир. Большинство из вас в настоящее время ищет окончательное счастье. Вы думаете, что вы будете счастливы, когда выйдете замуж или женитесь. Что вы будете счастливы, когда вы разведетесь. Что вы будете счастливы, когда получите степень в школе. Что вы будете счастливы, когда получите хорошую работу. И это не всегда так. Почему все это не работает? Вы знаете людей, может быть вы и сами относитесь к ним, которые стремятся достичь определенных успехов в жизни. Которые очень тяжело работают, чтобы добиться определенного положения в жизни. Чтобы занять определенное место. Чтобы стать успешными, богатыми, знаменитыми и так далее. Затем, когда вы получаете это, тогда оказывается, что все это не то, чего вы ожидали. И вы разочаровываетесь. Или может произойти какое-то бедствие, что-то может случиться с вашей работой или вашей семьей. Ничто в этом мире ненадежно. Поэтому не принимайте этот мир всерьез. Будьте свидетелем ваших обстоятельств. Состояние, в котором пребывает мир. А затем выясните, кто свидетельствует. Жизнь интересна. Этим утром я гулял в парке. Был такой красивый день. Я сел на скамейку и закрыл глаза. Затем я почувствовал, что кто-то сел рядом со мной. Я почувствовал, что этот человек собирается рассказать мне обо всех своих бедах. И будьте уверены, он именно так и сделал. Ученики смеются. Ни с того ни с сего он начал говорить со мной. Он рассказал мне о своем ареоматоидном артрите. О том, что его суставы окостеневают. О том, что его пальцы скрючиваются. О том, что он действительно в плохом состоянии. Я ни разу не посмотрел на него. Глаза мои были закрыты. Я спросил его, что вы предпринимаете по этому поводу. Он ответил, что много лет назад я пошел к врачам. Они дали мне всякие лекарства, от которых стало только хуже. Но по-настоящему я расстроен тем, что я последователь учения христианской науки. Христианская наука – это протестантская секта, основанная на вере в извлечении с помощью Слова Христова. «Я не должен был бы заболеть. Я знаю христианскую науку вдоль и поперек. Я знаю все правила и нормы. Почему это случилось со мной?» Я спросил его, что вы практиковали, чтобы христианская наука помогла вам с этой проблемой. Он ответил, «Я знаю истину. Бог – это все, что есть, а болезнь не существует. Бог – это первый принцип, первая причина, и потому болезнь не может существовать». Я подождал пару минут, а потом спросил его, «Если вы говорите, что болезнь не существует, то почему же вы объявляете о ней? Как вы можете сказать, что болезнь не существует, а затем вдруг считать, что вы исцелены?» Ваши слова о том, что болезнь не существует, означают, что вы верите в болезнь. В противном случае, как вы можете произнести само это слово? Откуда бы пришла болезнь? Откуда бы взялось это слово? В вашем подсознании есть нечто, знающее, что такое болезнь. Потому что вы не заявляли бы, что болезнь не существует. Слышите ли вы то, что я пытаюсь сказать? Само слово «болезнь» может быть известно только человеку, который ощущает эту болезнь. Если бы вы не знали о болезни, то не было бы такого слова. Не было бы таких слов, как «здоровье» или «болезнь». Болезнь – это противоположность здоровью. Если вы верите в то, что вы здоровы, то вы также верите и в болезнь. Вы понимаете, о чем я говорю? И он сказал «совсем немного». Я объяснил это снова. Вы утверждаете, что болезнь не существует. Как вы можете утверждать это? Только если вы понимаете, что болезнь – это нечто реально существующее. Это сила. Это реально. Можете ли вы сказать, что ее не существует? Должен быть кто-то, чтобы пережить ее. Таким образом, он может сказать, что это не существует. Если бы вы были все время здоровы, то вы никогда бы не говорили о здоровье или болезни. Но из-за того, что у вас ревматоидный артрит, вы пытаетесь лечить себя, говоря, что болезнь не существует. На самом же деле это делает ваше состояние еще хуже. И потом я спросил его. Что вы имеете в виду, говоря, что Бог – это все во всем? Что есть Бог? Он ответил. Бог – это высшая власть, Творец неба и земли. И это и есть Бог. Поэтому я продолжил объяснение. Сейчас мы имеем дело с тремя объектами. Мы имеем дело с болезнью, которая не существует. Мы имеем дело с вашим телом, который кажется больным. И мы имеем дело с Богом, который есть все во всем. У нас сложная ситуация со всеми этими вещами. Когда вы ложитесь спать и находитесь в глубоком сне, чувствуете ли вы тогда в каком-то месте тела ревматоидный артрит? Он воскликнул. Нет, я не чувствую. А чувствуете ли вы болезнь, когда видите сновидение? Он сказал. Нет, я не чувствую ее в сновидении. Получается, что вы чувствуете ее только тогда, когда находитесь в так называемом бодрствующем состоянии. Не так ли? Он сказал. Да. Тогда я продолжил и сказал, почему бы вам не начать с себя? Забудьте о Боге. Забудьте об этой болезни. Сейчас они непостижимы. Начните с себя. Задайте себе вопрос. Кто болен, когда я проснулся? Казалось, что я не был болен, когда находился в глубоком сне и в сновидении. Кажется, что эти симптомы появляются у меня только когда я просыпаюсь. Я спросил его, кто болен. Он сказал, я. И я объяснил. Это просто точка зрения. Вы не больны. Болеет я. Эта проблема есть у того, что вы называете я. Разве не восклицаете вы это, когда говорите сами себе? Я болен этим заболеванием. И он спросил меня, разве я имею в виду не тело? Я сказал, не обязательно. Тело само по себе это кусок из плоти, костей и крови. Как оно может болеть? Когда тело спит, когда тело видит сон, когда тело мертво, у него нет никаких болезней, у него нет ничего. Только тогда, когда вы думаете о я, как о личном я. Именно я имеет эту проблему, а не вы. Откуда берется это я? Вы должны спросить у себя об этом. Я объяснил. Оно начинается и заканчивается вместе с вами. Вы должны спросить себя, откуда берется это я, которое, как кажется, имеет эту проблему. Что является его источником? Он сказал, я не знаю. И ответил, вы не должны знать. Не беспокойтесь о том, чтобы знать, или о том, чтобы не знать. Забудьте о том, кто знает, и о том, кто не знает. Просто задайте себе вопрос. Откуда берется это я, которое, как кажется, имеет это заболевание? И пребывайте в тишине. Он сказал, ну, если я буду пребывать в тишине, то я не получу ответа. Я ответил, это просто точка зрения. Каждый ответ неправильен. Каждый раз, когда вы получаете ответ, это неправильный ответ. Потому что мы имеем дело с бесконечностью. Вы имеете дело с абсолютной реальностью. Она ничего не знает о болезни, я, теле или уме. И я оставался в покое. Затем я почувствовал легкость и открыл один глаз. Этот человек ушел. Наверное, он не мог выдержать жару. Смех. Теперь давайте поговорим о вас. Подумайте обо всех так называемых проблемах, которые, как вам кажется, вы имеете. Не имеет никакого значения, в чем они заключаются. Вы отождествляетесь с ними. Вы всегда хотите уладить их. Сделать так, чтобы все было правильно. Вы всегда хотите что-то сделать, чтобы облегчить страдания и боль. От начала времен люди стараются это сделать. Никому и никогда это не удавалось. Нелегко сказать вам, чтобы вы оставили мир в покое. Оставили в покое свое тело, оставили в покое свои дела. Это звучит в некотором роде эгоистично, потому что образ ваших мыслей таков. Если я оставлю эти вещи в покое, то кто же будет все это делать? Как все это будет сделано? Вы всегда считаете, что я, я-мысль, индивидуальное я, должно что-то делать. Должно реагировать на происходящее, злиться, разочаровываться, чувствовать себя не на своем месте, быть не в духе. Но все это не так. Вы не должны были приходить на эту землю и рождаться в тере. Тем не менее, вы сидите здесь. Есть нечто, что знает, как устроить все для вас. Существует нечто, что знает, как позаботиться о вас. Как дать вам вечное счастье, покой и любовь. Это может произойти только в том случае, если вы перестанете мешать этому. Вы перестаете мешать этому, если вы не беспокоитесь, не волнуетесь, не боитесь, не сравниваете и оставляете все в покое. Оставляете все в покое. Не спорите, не обсуждаете, не пытаетесь доказать свою точку зрения. Оставляете все в покое. Вы можете спросить, разве я не должен помочь, если вижу человека, нуждающегося в помощи. Да, вы должны. Что-то заставит вас помочь ему, если в этом ваше предназначение. Вы спонтанно узнаете, что нужно делать. Вы будете делать правильные вещи. Но если вы будете думать об этом, то вы не обязательно сделаете все правильно. Потому что, когда вы думаете, то думает ваше эго. Ваше эго не друг вам. Ваше эго хочет удержать вас в человеческом состоянии. Удержать вас в приземленном. Удержать вас в двойственности. Удержать вас в состоянии стремления и борьбы. Когда вы начинаете игнорировать свое эго, оно уходит. Интересно, что большинство психологов и психиатров спросят, как вы сможете выжить без эго. Они спрашивают это, потому что они никогда не имели переживания ни эго. Они поделятся с вами только тем, что узнали в школе и из книг. Они поделятся с вами тем, что сказали им другие люди. Едва ли существует психиатр, психолог или кто-то еще, кто имел бы переживания ни эго. Так они пытаются формировать вашу жизнь, чтобы вы соответствовали обществу. Кто хочет соответствовать обществу? Вам нужно пробудиться к реальности, а не соответствовать обществу. В этой жизни вы имеете так называемое тело, с помощью которого вы получили возможность работать, чтобы пробудиться от смертного сна. Однако вы используете эту возможность для других целей. Вы используете ее для получения имени и достижения славы, как если бы это давало вам что-то в долгосрочной перспективе. Вы используете эту возможность для получения власти. Вы тратите зря свои силы. По закону кармы вам дали это тело, чтобы превзойти, преобразоваться, отпустить, сдаться. Тем не менее, вы тратите все свое время, делая нечто совершенно противоположное. Вы тратите свое время, реагируя на все, что встречается вам на пути. Я говорю вам это снова и снова, но вы продолжаете делать это снова и снова. Подумайте о том, когда вы в последний раз отреагировали на человека, место или вещь. Постарайтесь понять, что происходит, если вы не пробуждены. Если вы считаете, что вы не пробуждены, что вы не свободны, что вы не освобождены, то, реагируя на человека, место или вещь, вы подпадаете под действие закона кармы, который кажется существующим. Я знаю многих людей, практикующих Адвайта-Виданту, которые говорят следующее. Но, Роберт, вы же знаете, что карма не существует. Существует только истинное «Я». Существует только чистое осознавание без усилий. Так почему же вы говорите нам о карме? На самом деле вы должны посмотреть на себя и спросить, «Разве я испытал переживание чистого осознавания?» «Разве я испытал переживание абсолютной реальности?» «Я не могу позволить себе притворяться. Это пойдет мне только во вред». Именно так вы должны говорить. Поэтому, если вы знаете, что до сих пор реагируете на уровни своего тела, если вы все еще верите, что вы деятель, то не обманывайте себя. Будьте правдивы сами собой. Поэтому, если я все еще реагирую, если я до сих пор считаю, что я есть тело, то в этом мире есть другие тела, которые реагируют на меня. Есть карма, есть реинкарнация. Все эти вещи существуют для меня, только потому, что я считаю, будто я это тело. Поэтому я должен быть осторожным с тем, что я делаю. Таким образом, реагируя на обстоятельства, вы запускаете так называемый закон кармы, которого на самом деле не существует, и вы устанавливаете себя. Это подобно тому, как вы наступаете на грабли, и их ручка бьет вас в лицо. И это мгновенная карма. Поэтому, если вы говорите, что карма не существует, то я отвечаю, наступите на грабли. И если ручка ударит вас по голове, то это и будет карма. Это называется бумеранг кармы. Смех. Он возвращается к вам немедленно. Однако есть разные виды кармы. Вот почему иногда кажется, что люди проворачивают разные девишки, и это им сходит с рук. Вот почему мы не можем понять, почему хороший человек должен умереть так рано, а так называемый злой человек кажется процветающим. Мы не видим всю картину. Мы видим только ее часть. Потому что здесь только часть нашей жизни. Мы сегодня здесь, а завтра уже ушли. Поэтому невозможно знать полную картину. Например, вы всегда были таким хорошим человеком. Вы подавали бедным. Вы помогали бездомным. И вдруг вы попадаете под машину. Машина сбивает вас, и вы покалечены так, что не можете больше пользоваться ни руками, ни ногами. Вы ослеплены один глаз. Вы превратились в полную развалину. Если бы вы могли увидеть всю картину, то увидели бы, что в предыдущей жизни вы принадлежали к дикому племени, и вашей обязанностью было пытать пленников. А теперь карма расплачивается с вами. В этом вся суть кармы. Возвращать долги. Таким образом, несмотря на то, что мы находимся на пути к освобождению, мы должны быть очень осторожны с тем, что мы делаем с нашей жизнью. Каждая маленькая вещь является кармической. Только тогда, когда вы пробуждаетесь, когда вы освобождены, ничего этого не существует. Вот почему я так часто говорю, не обманывайте себя. Взгляните, сколько раз в день вы рассердились. Вы чувствуете себя обманутыми. Вы чувствуете, что вас эксплуатируют. Вы чувствуете, будто что-то где-то не так. Вы чувствуете себя подавленными. Вы идете и делаете что-то, чтобы изменить обстоятельства. И все, что вы делаете, приводит к накоплению кармы. Существует только один способ преодолеть это. Заключается он в том, чтобы забыть о мире, забыть о своем теле, об обстоятельствах. Забыть и идти глубоко внутри себя, спрашивая, кому это приходит, кто переживает карму. Не жалеть себя, если вы больны или в вашей жизни что-то не ладится. Не сравнивать себя с другими. Помните, что вы видите только частичную картину. Вы не видите всю картину целиком. Я уже приводил пример о том, как вы смотрите через замочную скважину и видите, что кто-то кого-то душит. И вы говорите, почему он так поступает с этим человеком? Он плохой человек, он убийца. Но затем вы открываете дверь и можете видеть прошлое и будущее. Теперь вы видите, что тот человек, которого душат, в своей прошлой жизни работал, выполняя функции палача на виселице. Он вешал людей, некоторые из которых были невиновны. И вы возвращаетесь к среднему рисунку. Теперь кто-то душит его в этой жизни. И вы смотрите на картину из будущего. Теперь они оба смеются. Никто не был задушен и никто никого не душил. Это вся жизнь. Это космическая шутка. Карма кажется реальной. И вы круглосуточно находитесь под ее влиянием. Что бы вы ни делали, куда бы вы ни шли, вы всегда находитесь под влиянием кармы. Эта карма движет ваше тело. Эта карма заставляет вас делать что-то. Эта карма создает ситуации, возникающие в вашей жизни. Не пытайтесь изменить обстоятельства. Не пытайтесь изменить ситуацию. Вам может показаться, что вам удалось изменить ее, но это только видимость. Та же самая ситуация вернется к вам, причем в полную силу. Существует только один способ избавиться от этого. И он заключается в том, чтобы превзойти это за счет прощения, милосердия и любви. И вы практикуете прощение, милосердие и любовь. Вы спрашиваете, кому все это приходит? Кто переживает все это? Кто проходит через все это? И вы снова обнаружите ее мысль. Это я. Я прохожу через все это. Кажется, что это я переживаю карму. Кажется, что это я страдаю. Кажется, что я хочу отомстить кому-то. Вы начинаете понимать, что это не вы. Это я, который является только мыслью. Само по себе это знание уже помогает вам хорошо чувствовать себя. Потому что вы начинаете видеть, что вы свободны. Вы яркий и сияющий. Вы садчитананда, нирвана, окончательное единство. Это я, кажется, имеющим проблемы. С помощью самоисследования вы отделяете себя от я. И тогда вы можете пойти дальше, выпрошая, откуда я пришел. Вы никогда не отвечаете на этот вопрос. Достаточно самого вопрошения. И вы обнаружите, что вы находитесь в безмолвии, в пустоте. Только за счет того, что вы зашли так далеко, вы будете чувствовать себя лучше, чем вы чувствовали себя годами. Вы будете чувствовать такую радость и такой покой. Это не имеет ничего общего с просветлением. Но вы будете чувствовать радость и покой. Больше, чем когда-либо раньше. Просто вопрошая, откуда я пришел. Причина, по которой вы чувствуете такую радость и такой покой, заключается в том, что вы начинаете понимать, что вы не есть я. У вас нет абсолютно ничего общего с проблемами я. Это я чувствует гнев. Это я чувствует боль. Это я чувствует неприятие. Но вы спрашиваете себя, что у меня общего с я. У меня нет абсолютно ничего общего с я. Поэтому вы спрашиваете снова, тогда откуда же пришло это я? Кто дал ему рождение? Каков его источник? И вы пребываете в тишине. Чувство абсолютной любви переполняет вас. Потому что вы учитесь сидеть в безмолвии. Это самый важный момент. Вы хотите добраться до того места, где мысли не беспокоят вас, где вещи не раздражают вас. Туда, где нет ни проблем, ни решений. Где нет ни хорошего, ни плохого. Вы хотите выйти за пределы двойственности и пребывать в безмолвии. Многие из вас получают представление о том, что я говорю, пребывая прямо сейчас в безмолвии. Вы не думаете об этом. Вы не пытаетесь анализировать это. Вы не пытаетесь сделать так, чтобы это произошло. Вы просто пребываете в тишине. Совершенно спокойными. Внезапно снова приходят мысли. Вы начинаете снова. Вы исследуете, кому приходят эти мысли. Кто думает об этом. Я. Если эти мысли приходят к я, то это не имеет со мной абсолютно ничего общего. Мне кажется, будто все привязано к я. Все эмоции, страхи, разочарования. Это все привязано к я. И вы снова говорите, откуда пришло я? Что является источником я? Кто породил его? И вы никогда не пытаетесь ответить. Вы сидите в тишине. Некоторые из вас прямо сейчас начинают чувствовать, как хорошо сидеть в тишине. Ум совершенно пуст. Страхи ушли. Ничего не осталось такого, что могло бы что-то сказать вам. Вы спокойны. Вы в тишине. Мысли всплывают снова. Не имеет никакого значения, хорошие это мысли, плохие или нейтральные. Вся идея заключается в том, чтобы очистить ум от всех без исключения мыслей. Вы снова вопрошаете, кто думает эти мысли? Я. Кто я? Что является источником я? Кто его породил? Откуда приходит это я, от которого у меня все эти неприятности и которые все думает и думает? И которые взращивают во мне все эти болезненные мысли, все эти счастливые мысли? В общем, самые разные мысли. Откуда пришло это я? Каков его источник? И вы снова входите в тишину. Туда, где все находится в совершенном покое. Где нет движения. Вас и наисчезли. Существует лишь идеальная тишина. Вы начинаете открывать нечто очень интересное. Вы начинаете замечать, что можете сидеть в молчании, без мыслей, все дольше и дольше. Промежуток между приходящими к вам мыслям становится все больше. Тем не менее, вы не засыпаете. Вы чувствуете мир так, как вы никогда не чувствовали его раньше. Вы начинаете чувствовать себя любовью, которая объемлет все. Вы начинаете переживать всю вселенную, как эманацию вашего собственного ума. И вы втащили всю вселенную, вообще все, в ваше сердце. Все галактики, Млечный Путь, планеты, Земля со всеми ее проявлениями. Все исчезло. Это полная тишина. Если вы сидите в тишине, и мир по-прежнему доступен вам, то это не тишина. Это ложная тишина. Истинная тишина – это когда исчезло все, весь мир, вся вселенная, люди, места и вещи. Вы втащили их обратно в сердечный центр. И это истинная тишина. Потому что больше уже не о чем думать. Все ушло. Есть только пустота. Прекрасная, драгоценная пустота. И периоды, в течение которых вы сидите в этой пустоте, в этом безмолвии, становятся все длиннее и длиннее. Когда вы выходите из безмолвия, мир является вам снова, но теперь он другой. Для вас он начинает становиться другим. Вы уже не смотрите на мир по-прежнему. Вы уже не видите вселенную такой, как раньше. Вы начинаете ощущать все, как изображение. Вы видите изображение на экране жизни. Изображение все время меняется, меняется и меняется, но экран всегда одинаков. И что-то начинает говорить вам, что вы и есть этот экран. Вы всегда были экраном, неизменной, абсолютной, чистой реальностью. Но вы еще не свободны, потому что это приходит и уходит. Мало-помало мысли приходят снова. Вы начинаете снова чувствовать гнев, но уже меньше, чем раньше. Вас начинает меньше интересовать ваше тело. То, что раньше беспокоило вас в вашем теле, теперь перестает раздражать и беспокоить вас. Люди больше не зря-то не расстраивают вас. Это происходит постепенно. И вы не можете дождаться момента, чтобы практиковать снова и снова. Когда вы остаетесь одни, и никто не беспокоит вас, когда вы садитесь в ваше любимое кресло и начинаете вопрошать, кому приходят эти мысли, почему они приходят ко мне. Я все еще чувствую мысли. Может быть, меньше, чем прежде, но я все еще чувствую вещи. И вы продолжаете исследовать, кто этот я, который чувствует эти вещи. Откуда пришло я? Кто породил это чувство я? Что является его источником? И теперь вы начинаете чувствовать, что я – это всего лишь мысль. Это одна из мыслей, которые были у вас все эти годы, и называется она «Я-мысль». Тем не менее, все привязано именно к ней. Вы продолжаете видеть это и думать об этом. Но сейчас вы вопрошаете, кому это пришло, кто чувствует это, что является источником этого. И вы возвращаетесь в безмолвие. Теперь каждый раз, когда вы входите в тишину, то чувствуете себя все лучше и лучше. Вы чувствуете себя все легче и легче. Мир и Вселенная снова втягиваются в ваше сердце. Вся Вселенная исчезла. Все существование исчезло, включая вас. Нет ничего, кроме безмолвия. Вселенная исчезла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok